Всем добрый день! В этот раз спонсорами канала стали Лия Мик, Доктор Эксплейн Софт для Документации, Михаил и Фимбо Музыкальный Инструмент. Спасибо всем большое за поддержку канала. А сейчас перейдем к книге. Книга 89. Хватит быть приятным парнем. Автор Роберт Гловер. Глава 1. Синдром приятного парня. Приятные парни – это мужчины, которые озабочены тем, чтобы хорошо выглядеть, избегать конфликтов и стараться никого не расстроить. Они думают, что если они будут такими, то сами станут счастливыми и любимыми. Но в большинстве случаев этого не происходит. У автора было много подобных клиентов. Один старался после работы делать все дела по дому, мыл полы и посуду, убирался по дому и так далее. Но каждый раз жена находила к чему придраться, и в следующий раз он делал еще больше. У другого было много женщин-подруг. Они говорили, что он хороший слушатель, и часто звонили ему, чтобы поделиться своими проблемами. Каждая из них говорила, что любая девушка его с руками оторвет, но сами не хотели с ним встречаться, а выбирали разного рода подонков. Другой не знал слова «нет». Он помогал любому, кто его попросит. Но он замечал, что в ответ ему почему-то никто не хочет отплатить той же монетой. Это все приятные парни. Цельный мужчина нравится себе таким, какой он есть. Поэтому ему не нужно искать одобрение окружающих. Он всегда говорит, если ему что-то нужно или что-то не нравится. Он открыт, прямолинеен и эмоционален в выражении своих чувств. Он помогает кому-то, если свободен и у него нет своих дел. А также не боится заниматься чем-то, несмотря на возможные конфликты. Приятные парни считают, что должны быть способны все сделать самостоятельно. Им сложно попросить о помощи, поскольку они пытаются скрыть любые признаки собственного несовершенства или слабости. Чтобы измениться, для начала нужно выговориться. Поэтому найдите трех друзей, желательно мужского пола, кому вы доверяете больше всего. Если таковых нет, то можете найти группу помощи, которая поддержит вас или обратиться к психологу-мужчине. Глава 2. Откуда берутся приятные парни? Убеждения у любого человека закладываются в детстве. Когда ребенок появляется на свет, он абсолютно беспомощен. И больше всего он боится, что его бросят. Во-вторых, дети эгоцентричны. Они думают, что весь мир вращается вокруг них. И каждый раз, когда ребенку будет казаться, что его бросили, он будет считать, что сам виноват в этом. Например, когда он плачет и никто не берет его на руки, родители сердятся на него, ругают или бьют, требуют от него невозможного или говорят, что бросят его, если он сейчас не пойдет за ними. Поэтому у него возникают мысли, что быть самим собой неприемлемо, раз близкие ему люди не уделяют ему должного внимания. Таким образом, у него развивается токсический стыд. То есть состояние, когда он уверен, что родился плохим, дефектным, не таким, как другие или недостойным любви. И дети по-разному начинают вести себя. Кто-то, когда чувствует себя одиноко, может вести себя плохо, только чтобы на него обратили внимание, пусть даже в отрицательном плане. А кто-то подавляет свою индивидуальность и становится тем, кем окружающие, по мнению мальчика, хотят его видеть. У него в голове откладывается мысль, что его будут любить, только если он будет отличаться от своего отца-алкоголика. Он не будет совершать ошибок, будет получать хорошие оценки, не будет грустить, не будет никому доставлять хлопот и так далее. Поэтому вся дальнейшая его жизнь будет основана на этих убеждениях. С каждым годом приятных парней становится все больше, так как увеличивается количество разводов. И ребенок воспитывается только женщиной. А отцы в регионах реже бывают дома, так как работают по вахтам. А когда приезжают, они увлечены телевизором и алкоголем. Поэтому малообщительны. Отчего мальчики перестали понимать, что значит быть мужчиной и стали зависеть от одобрения женщин. В школах в основном обучают учителя женского пола, отчего школьникам также приходится угождать женщинам. А еще сейчас активизируется радикальный феминизм, представители которого утверждают, что все мужчины отвратительны по своей природе. И от этих сообщений в основном страдают мужчины, которые привыкли искать одобрения у женщин. И они стараются измениться еще усерднее. Подумайте, было ли что-то похожее в вашем детстве. Если да, то запишите возможные факторы, которые внушили вам, что быть самим собой неправильно. Поделитесь этой информацией с надежным человеком и опишите свои чувства, которые вы испытываете при этом. Цель данного задания – обнаружить причину, чтобы затем заменить данные убеждения более верными и изменить вашу текущую жизненную стратегию. Прежде чем продолжим, небольшая рекламка. Если вы испытываете нужду в хорошей коммуникационной платформе для бизнеса, для вас идеально подойдет платформа UIS. Данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Запись разговоров поможет менеджеру вспомнить, о чем был разговор и подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, в режиме онлайн, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к UIS как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный номер 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. Больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек из любой точки мира. И самое приятное, что облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. Не зря у UIS самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в описании и получи первый месяц обслуживания в подарок. Глава третья. Научитесь удовлетворять потребности того, кто действительно важен. Итак, как мы уже поняли, приятный парень делает все, чтобы получить чье-то одобрение. Поэтому он может обращать внимание на что-то в себе. Например, на физическую привлекательность, белые зубы и гладко выбритое лицо. На какие-то свои дела или умения. Умение неплохо танцевать или усердно трудиться. Или на что-то внешнее. Допустим, на то, что у них привлекательная жена, милый ребенок или хорошая машина. Чтобы набить себе цену и получить одобрение окружающих. Это называется привязками. Приятные парни привязывают свою индивидуальность и значимость к вышеуказанным вещам. И обращают на них внимание, чтобы доказать себе и окружающим, что они чего-то стоят. В силу токсического стыда, они не в состоянии допустить того, что могут нравиться окружающим за то, какие они есть. Составьте список того, на чем вы акцентируете внимание. Это может быть прическа, дорогая одежда. Вы можете не употреблять алкоголь и поддерживать себя в хорошей форме только для того, чтобы вас похвалили. Можете каждый день драйвить свою машину до блеска. Или всегда улыбаться и никогда не злиться. Приятные парни рассматривают секс как высшую форму одобрения и считают, что женщина должна быть в хорошем настроении, чтобы захотеть заняться сексом. Подобные мужчины постоянно опасаются сделать что-то, что может расстроить женщину, с которой они хотят вступить в половой контакт. Поэтому из кожи вон лезут, чтобы никогда не расстраивать ее. Они всегда извиняются первыми, чтобы не произошло. Это дает женщине возможность крутить мужчиной. Также она определяет его значимость. То есть, если она говорит, что он неправ или что он козел, приятный парень будет склонен полагать, что она права. Но в итоге такое поклонение рано или поздно заканчивается вспышкой ярости, когда объект поклонения не оправдывает надежд приятного парня. Поэтому, когда происходят преступления, в этом могут быть замешаны ранее тихие, спокойные парни. Подумайте, если бы вы не были озабочены тем, что люди могут о вас подумать, то что бы вы изменили в своей жизни? Если бы вы не хотели так сильно получить одобрение от женщин, как бы тогда складывались ваши отношения с противоположным полом? Приятные парни считают, что они должны скрывать или отвлекать внимание от любых своих недостатков и ошибок. Например, если они что-то забыли, не понимают что-то или находятся в депрессии, поэтому они будут лгать, недоговаривать или скрывать это. Также это связано с физическими недостатками. Например, они лысеют, толстеют или в чем-то не идеально. Выпишите все ситуации, где вы пробовали скрыть какие-то из своих ошибок или недостатков. А затем подумайте, вы верите в то, что люди могут видеть ваши недостатки и все равно любить вас. Что бы вы изменили в себе, если бы знали, что люди, которые заботятся о вас, никогда вас не покинут и не перестанут любить, что бы ни случилось. На самом деле, любой человек должен искать одобрение у единственного, кто по-настоящему важен для него – у самого себя. Приятным парням нужно учиться быть собой. Для начала обращать внимание каждый раз, когда возникает желание впечатлить кого-то или получить одобрение. Например, он может осознать, что тратит слишком много времени на свою прическу, старается как можно быстрее перебежать пешеходный переход, чтобы не задерживать машины или помогает кому-то, даже если у самого куча дел. Когда он начнет замечать эти моменты, он сможет задать себе важный вопрос – это действительно то, что я хочу? Например, один из клиентов автора, Кэл, каждый день драил свою машину. Он осознал, что делает это, чтобы остальные хвалили его. Поэтому, захотев измениться, он на месяц решил к ней вообще не прикасаться. Через неделю она покрылась грязью, и когда он ехал по дороге, то был уверен в том, что люди смотрят на его грязную машину и осуждают его. Но спустя месяц никто не сказал ничего про его грязную машину, никто не ушел от него и не прекратил его любить. И наоборот, когда он снова отмыл ее и отполировал, у него не прибавилось новых друзей, и никто не стал любить его сильнее. Поэтому выберите один из поступков, который вы совершаете, чтобы получить одобрение, и выберите период времени, в течение которого вы будете воздерживаться от него. Если вы сорветесь, проанализируйте обстоятельства срыва, чтобы понять, почему именно в данный момент времени у вас возникло желание получить одобрение от кого-то. Чаще балуйте себя, не обращая внимания на мнения других. Например, спите сколько захочется, выберитесь куда-то с приятелями, поешьте вредной пище, поиграйте, купите себе что-то или сходите к массажисту. Когда приятный парень начнет делать что-то хорошее для самого себя, он будет чувствовать себя некомфортно. Он может почувствовать страх, тревогу, вину или замешательство. Данные чувства являются результатом когнитивного диссонанса. То есть, когда он делает что-то хорошее для себя, это подразумевает, что он является значимой личностью. А это будет противоречить укоренившейся глубоко внутри него, веря в том, что он никчемный человек. Напишите, что бы вы хотели сделать лично для себя. Повесьте данный список на видное место и выполняйте каждый день по крайней мере по одному пункту. Составьте список позитивных установок и выпишите их на карточке. Например, я привлекателен такой, какой я есть. Я сильный, полноценный мужчина. Люди любят и принимают меня таким, какой я есть. Или единственный человек, которому я буду угождать, я сам. Когда вы прочтете установку, закройте глаза и постарайтесь полностью проникнуться ей. Иногда ваш разум будет отвергать эти установки, но вам стоит продолжать повторять их снова и снова. Проводя время в одиночестве, приятным парням легче научиться принимать себя. Они могут понять, кто они есть, что им нравится в себе и чем они руководствуются, когда принимают решения. Также у них начнутся открываться глаза на их отношения. То есть, если раньше они считали свой брак идеальным и преклонялись перед своим партнером, то теперь они смогут увидеть кучу недостатков в их отношениях. Поэтому им часто нужно ездить в незнакомые места, где будет меньше поводов стремиться получать чужое одобрение и скрывать свои недостатки и ошибки. Они сами будут решать, что им делать. Когда ложиться спать и вставать, когда и что есть, куда пойти и чем заниматься. И они поймут, что одиночество вовсе не убьет их, то есть преодолеет свой главный страх, что тебя бросят. Поэтому наметьте себе неделю или месяц, когда вы сможете уехать куда-то один. Вернувшись, вы заметите, что вы изменились. Честность помогает приятным парням принять себя. Поэтому им нужно регулярно встречаться с надежным человеком или посещать группу взаимопомощи, где они смогут рассказать о самом себе. Сперва им будет трудно поделиться даже обыденными вещами. Через какое-то время они смогут рассказать такие вещи, которые порождают в них страх и вызывают чувство стыда. И если человек или члены группы их поддержат, с этого момента они перестанут быть закрытыми с людьми и давать уклончивые ответы. И начнут раскрывать свои самые темные и глубокие секреты. Они начнут понимать, что они неплохие, нет никакой нужды стараться, чтобы получить одобрение у других людей, скрывать свои недостатки или ошибки. Ведь люди могут любить их такими, какие они есть. Глава 4. Сделайте свои потребности приоритетными. Если с детства приятные парни не получали должного внимания к себе и их прихоти не выполнялись, им начинает казаться, что они недостойны каких-то желаний или благ. И чувствуют себя некомфортно, когда получают то, в чем действительно нуждаются. Поэтому стараются избегать этого. Например, если в детстве им говорили, что они никчемные и ничего не достойны, повзрослев, они будут отказываться от повышения по службе или отклонять все предложения встречаться от красивых девушек, потому что будут уверены, что недостойны этого. А когда они найдут себе партнера, они одобрят любое его решение. Например, взять выходной, купить новую вещь, сходить к врачу или отправиться в путешествие. И при этом никогда не позволят сделать что-либо из этого себе. Подумайте, нормально ли для человека иметь потребности? Верите ли вы в то, что есть люди, которые хотят помочь вам удовлетворить ваши потребности? Приятные парни опекают человека вместо заботы о нем. Они дают другому человеку то, что сами хотят отдать, а не то, что ему действительно нужно. И они дают что-то, чтобы что-то получить взамен. Например, дарят подарки и делают сюрпризы, предполагая, что им что-то дадут взамен или будут относиться к ним лучше. Но когда они не получают ничего взамен, они обижаются или начинают злиться. Яркий пример – это особо ярые фанаты. А затем приятные парни начинают делать гадости, ставить человека в неловкое положение на публике, якобы забывать о каких-то вещах, критиковать или отбрасывать колки и шуточки. То есть они становятся пассивно-агрессивными. Выявите два или три примера проявления излишней опеки и откажитесь от них. Например, если вы помогаете кому-то, даже если человек просил вас не делать этого. Поскольку приятные парни привыкли жертвовать собой, чтобы выжить, их восстановление должно быть сосредоточено на том, чтобы ставить себя на первое место и делать свои потребности приоритетными. От этого другие люди получат только пользу. Приятный парень перестанет их опекать, перестанет скрывать, что ему нужно, и человеку не нужно будет гадать, чего он от него хочет. Также он перестанет вести себя агрессивно или пассивно-агрессивно. Например, если на выходные вы приглашаете свою девушку отдохнуть куда-нибудь, а она отказывается, приятный парень будет находиться в подавленном состоянии и злится. Но изменившись, он скажет, что тогда он будет отдыхать с друзьями, и если она захочет, то может присоединиться. То есть его потребности отдохнуть теперь на первом месте, независимо от решения его партнера. И наоборот, если он устал, он сможет легко отказаться пойти куда-нибудь. В то время как приятный парень будет бояться, что если он откажет, то партнер либо бросит его, либо поссорится с ним. То есть начинайте что-то делать, независимо от одобрения партнера. В следующий раз, когда вам захочется подарить что-то или сделать что-то для кого-то другого, сделайте это для себя. Ваше давление, то есть опека над партнером снизится, что наоборот приведет к тому, что партнер соскучится по вам. И таким образом, вы научитесь дарить подарки просто так, а не с целью получить одобрение или любовь. Глава пятая. Восстановите свою силу. Научитесь делиться своими чувствами, вне зависимости от того, испытываете ли вы гнев, тревогу или одиночество. Приятные парни обычно скрывают их, чтобы не показаться слабыми, чтобы их не осудили или чтобы не задеть кого-то. Составьте список страхов, которые мешают вам жить. Или это может быть что-то, о чем вы боитесь рассказать о себе. Как только вы решите противостоять страху, произнесите про себя. Я справлюсь. Что бы ни случилось, я справлюсь с этим. Повторяйте эту мантру, пока вы не предпримите конкретные действия и не преодолеете свой страх. В этом случае подсознательно вы усиливаете уверенность в том, что вы сможете справиться со всем, чего боитесь. И каждый последующий страх будет становиться менее пугающим и даваться вам все легче. Расстановка границ помогает приятным парням прекращать ощущать себя беспомощными жертвами и возвращать свою личную силу. Автор с помощью шнурков устанавливал границу и говорил приятному парню, что собирается пересечь эту границу и попытается сдвинуть его. Как только ему будет некомфортно, нужно, чтобы он остановил его. Нередко приятные парни не могут этого сделать и отступают на несколько шагов назад, пытаясь сохранить мир. Они думают, что другой человек перестанет напирать и все будет в порядке. В силу детских переживаний они показывают другим людям, что ничего не имеют против нарушения собственных границ. Но как только приятные парни начинают брать на себя ответственность за то, как другие люди могут себя с ними вести, их собственное поведение сразу меняется. Как только они прекращают поощрять вещи, которые кажутся им недопустимыми, окружающие начинают вести себя с ними по-другому. Поэтому начинайте расставлять границы. Но перед этим обратите внимание на то, насколько далеко вы готовы отступить, чтобы избежать конфликта или сохранить мир. В течение следующей недели проанализируйте свое поведение. Говорите ли вы «да», когда хотите сказать «нет»? Согласны ли вы делать что-то, чтобы избежать конфликта? Избегаете ли вы некоторых действий, поскольку кто-то может на вас рассердиться? Терпите ли вы недопустимые вещи, надеясь, что все само собой разрешится? Запишите ваши наблюдения и поделитесь ими с надежным человеком. Глава 6. Восстановите свою мужественность Приятные парни мало времени проводят в мужской компании, поэтому они так привязаны либо к матери, либо к жене. Они убеждают себя, что отличаются от прочих мужчин, поскольку не агрессивны и не вспыльчивы, не жестоки и внимательны к женским нуждам. Они подавляют в себе мужскую энергию, думая, что таким образом добьются одобрения женщин, но в итоге теряют лидерские позиции в семье. А женщин, наоборот, тянет к более мужественным парням. А мужчин, которые пытаются им во всем угодить, считают тряпками. Получается, что приятные парни делают себя только хуже. Восстановление мужественности включают в себя. Во-первых, налаживание связи с другими мужчинами. Начинайте больше болтать с соседом, запишитесь в какую-нибудь спортивную секцию или сходите в армию. В общем, ищите мужиков. Таким образом, вы будете менее восприимчивы к женскому одобрению. Во-вторых, обретение силы. В основном приятные парни мягкотелые, поэтому им нужно начать заниматься физическими упражнениями, а для этого избавиться от вредных привычек – наркотиков, алкоголя, курения, кофе и т.д. Только обретя силу, он станет более уверенным и независимым. В-третьих, впитайте в себя модель поведения других мужчин. Подумайте, какими качествами должен обладать мужчина. Знаете ли вы кого-нибудь, у кого они есть? Так, один может научить риску и испытанию себя на прочность, второй – как выражать свои чувства и т.д. Но в первую очередь, за воспитание мальчиков должны браться их отцы. Например, в некоторых семьях, чтобы разорвать симбиотическую связь с мамами, мальчики ведут себя агрессивно, матерятся и посылают всех куда подальше. Отец же должен обратить внимание мальчика на более здоровую модель мужественности. То есть научить, как управляться со своей агрессией, либидо, как общаться с женщинами, как контактировать с мужчинами и, что наиболее важно, как развить собственную мужественность. На этом книга подошла к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк и оставляй в комментариях своё мнение о данной книге. Пока!